друзья приветствую всех это охота на дичь как всегда в это время в этот час с нами михаил шейтельман наш так сказать соведущий которого вы всегда ждете и мы начинаем здравствуйте михаил здравствуйте наташа здравствуйте зрители ну вот начну с нескольких так сказать таких диких дичи прошлой недели одна из самых диких дичи это конечно захар прилепин и вот не хочется так сказать вспоминать анекдоты но тем не менее нет ножек нет шоколадка это старый советский анекдот вот я должна вам сказать что мы же помним здесь в украине господина прилепина он приезжал после 2005 года он был ярым поклонником оранжевого майдана он просто обожал украину все такое потом что-то видимо какие-то денежные потоки поменялись и ветер и вдруг он так сказать стал все стало с точностью до наоборот но когда он говорит михаил что он писатель а завлит и прочее прочее мне хочется сказать нет потому что все видели это видео там где он рассказывает господину пивоваров что он убивал и убивал очень много в украине я управлял боевым подразделением которое убивало людей больших количествах и я не знаю конечно как с этим мне потом потом будет плохому писателю ноги мешают да действительно тут понимаете мне кажется что когда человек хороший писатель то за ним идут читатели сами ему поэтому не надо менять своих взглядов мнений то что они идут за его взглядами а плохой писатель отличается тем что ему надо наоборот следовать за мнением толпы и скорее всего этот прилепин увидел что ну вот востребована вот такая вот история которым стал там потом вещать ну как он по крайней мере посчитал он надо сказать что в этой истории тоже похоже не преуспел судя по я так вижу по тиражам тоже писали тогда какие-то смешные тиражи вот сам я ним как описатель ничего хорошо сказать не могу потому что скучный просто ужасно скучно что слушать его что читать я пытался честно сказать невозможно да там не знаю вот сейчас уже в честь наполовину гибели нам прилепина я прочитал его статью письмо товарищу сталина называется но такой антисемитский анти не знаю что даже еще листок и русско националистический но сон бессмысленный честно сказать как бы такой пересказ попытка пересказа художественной форме знаете что это напомнило вот когда эти деды некоторые воевали деды перед телевизорами такая знаменитая русская традиция деды перед телевизорами и вот эта попытка разговора дедом перед телевизором человеком который пытается все это стерилизовать под литературу ну реально уровень рассуждения деда перед телевизором но в литературном стиле ну каком-то литературный стиле обсуждать не буду потому что я не литератор в этом смысле но вот содержание к сожалению вот такое поэтому да какой он писатель и вообще вот сейчас рассуждают, в том числе даже хорошие в кавычках русские, на тему, как же можно теракты, это все равно плохо, да. Но это не теракт, вы понимаете, все-таки теракт должен быть направлен против мирных жителей, во-первых, во-вторых, должен был с целью кого-то запугать. Да, там Собчак очень горевал, говорил, как нельзя так-то, это же невозможно и так далее. Вот Гитлера надо было не убивать, а судить. Я почему-то обратила внимание на эту фразу. Извините, пожалуйста, когда на твою землю заходят люди без спроса, без опознавательных, так сказать, знаков, когда заходят такие, как Захар Прилебин, и говорят, и хвастают, что они убивают наших людей, они террористы, а террориста можно и должно убивать. Нет, здесь есть еще хуже нюанс. Дело в том, что Гитлер, скажем, его статус, он как бы легитимный глава государства немецкого. И, соответственно, у него был некий дипломатический статус. И, по идее, его как бы никто и не убивал, поэтому. А, ну, он умер сам, хорошо, каким, неважно, каким способом. А у Прилебина не глава государства. У Прилебина он военнослужащий российской армии. В смысле, согласно российскому закону, армия ДНР это российская армия, во-первых. Во-вторых, когда человек в военной форме, он в военной форме, находится на первой территории, это военнослужащий вражеской армии. И, соответственно, он легитимная военная цель. Поэтому это не может быть терактом. Теракт, еще раз, это мирные жители. Когда ты уничтожаешь военную цель, это война называется. Словом война. Никто же не отрицает, что между Украиной и Россией война. Об этом же утверждает Иженевская конвенция, кстати. То есть, это не обязательно, что кто-то объявлял войну. Есть некое заблуждение, что надо, что кто-то объявил. Это неправда. Просто вот если кто-то в военной форме зашел на чужую территорию, это называется словом война. С этого момента Украина имеет право, естественно, легальное и легитимное, уничтожать российских военнослужащих в любой точке территории войны. Территория войны, напомню, это вся территория РФ, естественно, вся. Вот. Поэтому везде можно уничтожать. Единственная задача, это как бы минимизировать потери гражданских лиц. Ну, мы заметим, потери гражданских лиц ноль, убито, ну, один военный убит, один ранен. Все. Поэтому какие теракты, какое это самое, какие писатели. Ну, Михаил, я надеюсь, что наш редактор показал вот это наглое, это видео, где он рассуждает о том, как он счастлив, сколько он убил украинцев. И тут я просто не могу не зачитать Буданова, да, цитату. Меня пытается обвинить терроризм из 16-го года, но я хочу начать с того, что то, что они называют терроризмом, мы называем освобождением. И началось это не потому, что я сошел с ума и стал убивать людей в Москве. Это произошло потому, что они вторглись в нашу страну еще в 14-м году. Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины. Вот глава ГУР Кирилл Буданов. Ну, я бы все-таки смягчил, извините его слова, в том смысле, что тех россиян, которые все-таки участники военной агрессии, они, еще раз подскажу, легитимная военная цель действительно в любой точке. Ну, мира, не мира, не знаю там, но уж точно, что Российской Федерации, вот так же, как был этот, как его звали-то, господи, уже ж никто не вспомнит. Татарский был точно такой же легитимной военной цель, поскольку он военнослужащий был. С оружием в руках пришел на территорию Украины. С этого момента он легитимная военная цель, как любой другой оккупант. Есть еще, есть еще одна версия, что всех этих татарских, как ее, господи, ну, дочка своего папы пропагандиста, Дугина, вот сейчас тот самый Прилепин, что их все-таки защищают, может быть, свои защищают, потому что слишком много знают, слишком много денег получали, какие-то задачи им грязное ставили, понимаете. Это ведь тоже не исключено. Совсем это исключить нельзя. Не просто исключить, я вообще так думаю, что да, что именно так и происходит. Я просто хотел подчеркнуть, что если их уничтожала украинская армия, то это легитимная военная цель. Но я на 90 процентов, знать не могу, но на 90 процентов просто из общей логики поведения нашей армии, наших сил спецопераций, могу сказать, что вряд ли они уделяли внимание таким малозначимым своими точками зрения целям. Во-первых, кстати, Дарья Дугина вообще не подпадает под определение комбатанта, поэтому ее как бы нельзя было. Вот это действительно был бы теракт. Все остальное нет. Ну или теракт, а просто убийство, да, скажем так. Почему теракт, собственно? Может быть, там же большие деньги шли, большие бюджеты. Это было бы убийство. А это военно, это часть войны. То, что она ведется в Петербурге, на Васильевском острове или в Нижегородской области. Почему сегодня Собчак удивляет, что война ведется по всей территории России? Ну, естественно, что ведется, а как еще? Вот. Но наша сила спецопераций во главе с Будановым, понятно, что, представляете, сколько у них задач сейчас, да? Я думаю, огромное количество, особенно накануне наступления, это же надо уничтожать склады, взрывать мосты. Ну, там прям реально миллион вопросов. Ну, вот кто-то же разбомбил Кремль. Вот это, я понимаю, это военная задача вообще огромной важности. Вот как можно сравнить? Люди бомбят Кремль, и потом они будут взрывать какого-то там непонятного одного конкретного, кто он там, воинское звание, майор, охотится за каким-то майором на территории Российской Федерации, логики военной в этом, честно скажу, нет. После войны есть. После войны, когда мы знаем, что этот человек кого-то убивал, вот как он заявляет, конечно, его надо будет уничтожать на территории Российской Федерации, но это будет уже акция уничтожения, как по МОСАДу тогда, по модели МОСАДа. Сейчас, ну, кому он нужен? Сейчас, мне кажется, столько веселых, так сказать, планов у наших сил спецопераций, что им размениваться на это. У нас недобитый Крымский мост, вот, у нас недотопленный этот заместитель крейсера Москва, как его зовут, не помню, ну, какой-то новый корабль, который они там. У нас недогорел окончательно этот Краснодарский нефтеперерабатывающий завод, он основательно подгорел, но до конца не догорел, поэтому я думаю, что задач прям очень много. Ну, в конце концов, 9 мая никто не отменял на Красной площади. Вот станут люди, которые готовятся к такому празднику, как 9 мая, проводить воздушную часть парады же мы будем, мы же отвечаем перед воздушную часть, раз они отменили, мы свою проведем. Вот. И размениваться на каких-то майоров, как бы, это странно, мне кажется. Дорогие друзья, все ваши подписки, все ваши лайки, это знак особого доверия, это поддержка. Мы дорожим. Каждым из вас увидимся. Я обратила внимание еще, я давно не видела Киселева, вообще не знала, чем он занимается, думала, жив ли он, но оказывается, жив, и вот там бравый Дмитрий Киселев гордился, посвятил 10 минут на этот такой 10-минутный монолог, что Путин сказал, что наши люди ездят не на старых машинах, а на стареньких машинах, вот, там, что это так с его стороны очень нежно и так далее. Внимание на интонацию, с которой президент говорил о людях в новых регионах. И то, как он сказал, что люди там ездят не на старых машинах, а на стареньких. Знаете, Миша, я по этому поводу вдруг вспомнила историю, которая одна из моих любимых. Когда-то наш знаменитый прекрасный артист, народный артист Иван Гаврилюк мне рассказывал такую историю, что Борислав Брандуков, тоже наш любимый актер, как-то был на приеме в Кремле, и это не анекдот, это был. Там было много разных делегаций от Украины, от Казахстана, от Советных Республик, и, как всегда, был банкет, алкоголь и так далее. А Борислав, как бы, такой был человек, что он, так сказать, был очень прямодушный. И вот выступает какая-то представительница украинской делегации, говорит, Леонид Ильич, мы вам очень благодарны, мы вам страшно благодарны, вы гений, вы там то все. Брандуков наяривает, что-то ест, и потом поднимает голову и говорит, вдруг неожиданно в тишине это прозвучало громко. Сказал он, извините, слово, так сказать, не выбросишь из песни, он сказал, а ты шепи дэй, поцелуй его в сраку. Вот когда я вспомнила эту прекрасную историю, все, конечно, перепугались насмерть, но, по-моему, так сказать, главные официанты, которые из КГБ обслуживания не обратили внимания на эту выходку. Но я вспомнила эту фразу, когда я его слышала, как Киселев рассказывает о гениальности Путляра. Так и захотела сказать, а ты шепи дэй, поцелуй его в сраку. Нет, его можно понять, понимаете, он же старенький, глупенький, причем я сейчас про обоих и про Киселева, и про Путина. Когда один старенький, глупенький, по другому старенького, глупенького ради денюшки рассказывает свои сказочки, да, то он вынужден вот это уменьшительно ласкать его, уменьшительно его ласкать. Хотя куда уже уменьшать Путина, я не знаю, но как-то же уменьшительно приласкать его можно. Вот. Ну и по-другому-то, ну как, был бы он Соловьевым. Он же завидует... Посмотрите, как Киселев завидует Соловьеву, да? Вот Соловьев герой войны, реальный, да, настоящий. На первом месте по рейтингу среди всех пропагандистов. Его смотрят сколько там, 10% странные, ну все из ума выжившие. А Киселева, видите, вы давно не видели, потому что он давно забытый, вот, да. И вот он и хочет, ну, хоть как-то. Ну, пускай вот это, знаете, пускай пойдет. Сказки бабушки Насти, помните, была такая передача, которую вы можете перехвести с этими уменьшительно ласкательными суффиксиками. Съели ему бублички и бараночки. Вот ему, я думаю, подойдет. И, кстати, вот ему если выдать, вот Ангелина Вовке его должна назначить своим наследником. Потому что, помните, она же сказала, что Филю и Хрюшу, значит, нет, Степашку, Степашку, Филе, Филонин, Степашку и Хрюшу, да, она отправит, значит, на фронт. Вот. А на самом деле надо просто взять Киселева, дать ему этих двух куколок. И пускай эту вечернюю сказку для малышей рассказывает в таком духе. Он же как бы... Там вообще сейчас самый востребованный будет жанр «Вечерняя сказка для малышей». И уже нужно будет рассказывать про победы этой России на войне, про успехи в экономике. «Вечерняя сказка для малышей». Просто это будет весь день практически можно занимать только «Вечерняя сказка для малышей» с перерывами на Соловьева. На прошлой неделе была еще эта загадочная история с отходом, так сказать, и приходом пригожинских ЧВК в Бахмуте. Такая, ну, похожа, конечно, на постанову. Сначала напомню зрителям, мы сейчас даже покажем это. Он бегал там по Бахмуту среди трупов, горы трупов, значит, дымящихся. Он в какой-то там каске кричит, что мы уходим, потому что у нас ничего нет. 10 числа нас здесь не будет. Это чьи-то дети. Ну, по всем правилам, значит, такой, какой-то такой, знаете, о геббельсовской пропаганды. У нас нехватка боеприпасов. 70%! Шойгу! Герасимов! Где *** боеприпасы? И вдруг Дон-Дон выступает и говорит, ну че ты, мужики так не делают. Ну, мы придем на подмогу, оставайся. И когда мы начнем наступать, вот только тогда мы обтылим Дон. Куда тебе выйти дальше, Дон? И раз, и вдруг все это самое. Для чего вот это все было? Что это было за спектакль? Что они исполнили оба? Таша, это уже, вот смотрите, это же уже искусство ради искусства. Ну, правда, это надо понимать. Дело в том, что сначала Пригожин воевал. Ну, давно в Мали, во всяких там этих центрально-африканских республиках, реально воевал, зарабатывал деньги, кормил Путина супом. Можно было понять человека. Потом он решил совместить, то есть это все обречь, облечь, извините, в форму театрализованную. Да, когда вот он впервые допустил на съемки людей специально, когда вербовал зэков. Он же, наверное, раньше вербовал зэков, только про это никто не знал, никто не видел. Тут он допустил туда людей на съемки. Раньше он журналистов вообще-то убивал. Ну, как в Центрально-Африканской республике, которые пытались осветить деятельность Чевакова. А тут вроде как наоборот, максимальная открытость. И вот он стал освещать то, что он делает. Окей, раньше это был воин, потом это стал воин, который, значит, освещает свою деятельность. А потом он, как бы, деятельность постепенно в такой ситуации начинает отходить на второй план. Нахрена нам эта деятельность? Ради нее столько забот, когда можно просто снимать кино. Это же так красиво. Человек увлекся искусством. Искусство ради искусства. Раньше мы знали его как солдата. Потом мы знали его в двух опоставствах. Теперь постепенно он, я думаю, Оскара скоро будет получать. Это будет его предел мечтания. А все эти бахмуты. Он уже сказал, что мне бахмут, когда я могу получить Оскар. Но это пока не сказал, но в целом скоро скажет, я думаю. Вот. Я думаю, то, что ему там подыгрывал Пригожин, ну и ПМ Кадыров, но это как бы действительно в эпизодах в данной ситуации, потому что, конечно, здесь была главная роль-то одна. Это был театр одного, я считаю, актера. И заметьте, правда, единственное, что недостатки у него есть пока. Но это ему надо учиться, я считаю. С предсказуемым концом. Но вы же знали, что он никуда не отступит? Знали. Вы же знали, что он скажет, снаряды дали? Знали. Один раз, второй, третий. Все время одно и то же. Как бы даже мелко. Ему вроде как бы снарядов не дали. Хорошо, дали Суровикина. В принципе, тоже бомба замедленного действия, как говорится. Масштабный человек. Но мне кажется, что театр, вот как театр, слабый из-за концовки, предсказуемости концовки. В целом у него завязка красивая всегда, развитие событий. Он мастер декорации, кстати, вы заметили, да? Как он вот это, он же... Мастер трупами обкладывается, да. Смотрите, он не первый раз на фоне трупов. Но в этот раз это же было четкое, такой косплей на Путина. Причем как бы такой перекликающий. То есть вот Путин на примитивном, государственном уровне, когда у него сзади 20 живых военных, поздравляет с Новым годом. А потом берет, значит, Пригожин, 20 мертвых военных и на их фоне Пригожин. Вот это, ну это альтернативное искусство, правда? Это же прям Ларс фон Триер, да? Взять вместо живых солдат, мертвых солдат. Самое классное, если бы он взял тех самых. Если бы он взял тех самых 20, их бы убил и на их фоне. Но, кстати, может быть, он так и делал, мы просто не знаем, да? Именно поэтому так это все красиво и злосчастно выглядит. Я думаю, вот здесь искусство надо понимать. То есть это президент такой умирающей России Путин, а это президент мертвой России. Мы похороним всю Россию. Он, кстати, сегодня опять, знаете, на кладбище уже поперся. Он уже в очередной раз, в смысле уже после вот того, он еще одно кладбище открыл где-то в Екатеринбургской области и с памятником сразу вместе. И все так. Поэтому это перформанс. Я бы относился к этому как к фильму «Дом, который построил Джек». Вот прямо мне кажется, это один в один. Дом, который построил Пригожин. По следующему эпизоду у меня видео нет. Вот поэтому было два видео, поэтому нет. Но все равно это такая дикая дичь. Начну с того, что наши бизнесмены, да, с первого дня войны, они участвуют в войне. Вы это знаете. Мы много раз с вами это обсуждали. Они помогают армии. Они помогли украинскому народу выдержать эту зиму. Сейчас уже у нас не просто электричество, а излишки. Не просто газа в ЕС мы его продаем. Вот. Зарабатываем уже для страны валюту. А в это время господин Фридман, мне когда Белковский это рассказал, честно говоря, была я в шоке. От него от первого слышала. Который бегает, потрясает письмом, чтобы, значит, которое подписали, мы знаем, кто Чичваркин, Синдеева и все остальные, о том, что с него должны снять санкции, потому что он любит Украину. Оказывается, этот негодяй страхует российскую армию, именно те части военные, которые воюют в Украине. Можете себе представить? Его страховая компания страхует это все. И он мечтает о снятии каких-то санкций. Но где вообще пределы наглости? А почему бы нет, как говорится? Слушайте, этот человек давно уже мог не связывать свою судьбу с преступным путинским режимом, но, видите, алчность не позволяет ему отказаться от заработков в такой ситуации. Он мог же сказать, все, я свое как бы в России заработал, я устал, я ухожу и так далее. Хотя бы для вида, как это сказал Ван Усманов, который сказал, что ушел из бизнеса, все распродал. Или не для вида, как это сделал Тиньков, который сказал, я с ними не буду. Нет, этот продолжает, естественно, на всем зарабатывать. Тоже, кстати, услышал от либеральной российской военщины, от либеральной российской военщины такую фразу, что, ну а что тут такого, значит, страхует автомобили Росгвардии? Это же не преступление. Даже вот в этом, говорят, не судили страховщиков по результатам нюрнбергских процессов. Так подождите, господа российские военные либералы, значит, никто же не судит вот это вот, они все время путают, честно, вот те, которые пытаются с него снять санкции, путают суд и санкции. Две разные вещи. И они все время говорят, ну вот если цель санкции там наказать, говорит Венедиктов, то вот так, а если цель санкции вот такая, то вот так. Да нет же, ну слушайте, ну цель санкции, ну очевидно же, какая-то, как бы любой европейский чиновник вам объяснит. Цель санкции не наказать, и это не за преступление наказания, а предотвратить, всего-навсего предотвратить. То есть цель санкций помешать этим людям сейчас, прямо сейчас, не в прошлом, не за прошлые какие-то там поступки, а сейчас помешать им, ну в данном случае финансировать преступный режим Путина. Финансировать, ну в данном случае, потому что когда мы говорим о Фридмане, то он финансирует, там разные люди разное делают. Вот цель предотвратить финансирование, потому что через него осуществлялось финансирование. И вот эта история про Росгвардию, на самом деле, нагляднейшее доказательство для российских либеральной общественности, вот именно это санкции предназначены предотвращать, чтобы не было возможности у россиян финансировать войну, в частности, страховать автомобили, условно говоря, росгвардейцев. Это, кстати, ведь ему пришлось, наверное, выплачивать страховки, потому что автомобили Росгвардии ехали вон на Киев, и их с Байрактаров пожгли, поэтому, я думаю, тут, видимо, Фридман очень по этому поводу пытался остановить войну, что очень переживал, хотя он, конечно, не пытался. Но вот тут все время у меня прямо это подкипает, в последнее время очень много было выступлений российской либеральной общественности в связи с их съездом и так далее, и каждый раз они путаются в понятиях, но они как-то не разобрались в совсем базовых вещах. Первое, санкции, чтобы предотвращать, второе, санкции, это не суд, это не означает, что если у человека сейчас санкции, что после войны он будет судить, нет, это означает, что после войны, когда закончится режим путь, все закончится, все санкции снимут, потому что они будут не нужны. Сейчас эти санкции, чтобы Россия не могла воевать, вот они для этого на этих людей наложены, а не чтобы отобрать у них деньги, там, наказать их за что-то. Рогозин, вы знаете, что на этой неделе, да, мы обсуждаем минувшую неделю, три было атаки довольно серьезные на Киев, на Украину, и бомбили постоянно, но это не помешало господину Рогозину, когда знаменитый там пилотник, уже знаменитый сейчас полетал над Кремлем, устроить истерику, и сказать, что для остановки и контрнаступления в СССР придется применять тактическое ядерное оружие, мы, значит, имеем полное право теперь и так далее. Ну, в целом, надо сказать, что в соответствии с нашей доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия, потому что, как раз оно для этого и существует, этот великий уравнитель. Ну, кроме того, смешно в этом эпизоде то, что, как правильно подметил уже упоминаемый мной Белковский, значит, он такое слово применил, кстати говоря, Рогозин, для того, чтобы уравновесить силы. То есть, украинская армия настолько сильнее российской, что только применение ядерного оружия может это уравновесить. Ну, не болван ли, скажите? Он прямым текстом сказал даже хуже. Он сказал то ли, что значительное преимущество, то ли явное преимущество. То есть, он сказал, когда есть такое явное преимущество или значительное, сейчас не помню, или очевидное преимущество. У одной из сторон, то второе, чтобы уравновесить. Поэтому, да, он очень высоко оценил преимущество украинской армии на поле боя. И, к счастью для россиян, у Рогозина нет должности. То есть, это просто некое частное лицо, которое болтает все, что захочет. У него свобода слова, и у нас свобода слова, поэтому он болтает все, что захочет. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, по идее, от него уже ожидали, что он скажет, что за то, что мы разбомбили Кремль, нужно применить ядерное оружие. А он не решился. А он не решился. Он ведь там что-то нет, но про ядерное оружие больше ни слова. Вот как интересно, да? А что он-то понимает, что лицо должностное, что сейчас все сидят и внимательно слушают то, что скажет. И как только должностное лицо сказало про ядерное оружие, ну, тут можно при этом России разные принимать меры. В том числе, собственно, нанести по России превентивный ядерный удар, почему бы тоже нет. Ну да, в ромбе войны не подтвердится диагноз, что он сумасшедший. Придется подсудить, знаете, все-таки стремно. Да нет, тут, кстати, он подставляет Россию, а не себя. Сам-то он и так пойдет подсуд. Это как раз достаточно очевидно. Потому что, ну, все члены Совета Безопасности в одинаковой и равной степени виноваты в разжигании войны. Вначале они за нее голосовали. Они принимали это все в прямом эфире. Не зря все это было в прямом эфире. И ведь они все подтвердили, что это в прямом эфире. Никто из них не сказал, нет, меня заставили, я не в прямом эфире. Нет, все они в прямом эфире. Все это проголосовали. Поэтому тут как раз по личности он ничего уж не отмажется. Вопрос, удастся ли спасти Российскую Федерацию, как страну агрессора, угрожающую ядерным оружием без ядерной державы. За это грозит лишение партбилета на стол, как говорится. То есть, билет члена, постоянного члена Совета Безопасности, плюс билет ядерной державы. Можно положить на стол в ООН и лишиться всех этих привилегий. На что они, собственно, уже и наработали во главе с Медведевым. Михаил, вы смотрели фильм «Бриллиантовая рука»? Было дело, конечно, в жизни когда-то. Было дело. Помните, там была такая смешная сцена. Мальчик в трусе, когда заходит в воду, и над ним такой нибб и музыка играет. Вот я что-то подобное увидела какие-то там в России. Но это из мира скреп, знаете. Там же у них запретили хождение по земле с этими, с дедами. Они шли прям по воде, они шли через какое-то озеро, заплыв был. Вы, наверное, видели это видео. Бессмертный полк провели в озере. Я даже не комментировать не могу это. Но неужели нам настолько с ума сходит вообще? Мы проплыли в ближайшем водоеме с ледниковой водой, с лагами, с портретами наших фронтовиков и ветеранов войны. Бессмертный полк России! Ура! 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 Людям запретили ходить с портретами, они плавают с портретами. Это как поручик. А что бы вы делали, если бы водка была твердой? Я бы грыз. Ну вот здесь примерно так, да. Я плаваю, значит. Да, ну выглядит, конечно, это сопотечно. Прямо, вы знаете, ну не в первый раз тоже. Вот в ЭД-2 назад был похожий эпизод. Очень мне вспомнилось. В Крыму. Есть гуляйтер Крыма такой Аксенов, и когда у них случился потоп в Крыму, то они проверяли как бы с инспекцией, там что-то спасали кого-то или плавали с инспекциями по деревням на лодке моторной. Аксенов, его охранники плавают, а часть охранников не поместилась в лодку. И они в костюмах за лодкой. Нет, реально, кролем за лодкой по-настоящему погрызи. Это было очень смешное зрелище знаменитое, как за ним. Я помню, как дед Мазай в лудочке сидел. Они были такие люди. Сейчас мне эти ребята такое же напомнили. Ну, кстати, им надо готовиться и тренироваться вообще-то. Потому что если мы успеем сначала уничтожить Крымский мост, и только потом начнем наступление на Крым уже с перешейков, то 600 тысяч россиян, которые переселились в Крым, им придется плыть. Я, знаете, пытался найти в Женевской конвенции, сейчас вообще международном законодательстве, их статус. Вот есть проблема. Вот мы понимаем, что там Прилепин, легитимная военная цель. Тут все ясно. Любой, кто с оружием здесь, легитимная военная цель, сомнений нет. Мы понимаем, что все наши граждане, которые находятся в Крыму, украинские граждане, это гражданские лица. Нужно их беречь. Мы не можем бомбить там россиян, не знаю, в центре города, потому что там рядом наши гражданские, да? То есть только высокоточное оружие. Это тоже ясно. Но вот эти 600 тысяч россиян переселенные, дело в том, что их по закону международному запрещено переселять. То есть Россия совершила преступление, их переселив. За это Россию можно судить, безусловно, и так далее. Но с ними-то что делать? Вот они легитимные военные цели или нет? Потому что вроде как такого даже не существует. Они там не должны быть. И, соответственно, когда они будут плыть вплавь через Керченский пролив, мы будем по ним стрелять из пулеметов вслед или нет? То есть они как бы... Мы понимаем, что они оккупанты. Но они оккупанты, которые в статусе охраняемых лиц или нет, имеется в виду. Можем ли мы их сознательно уничтожать? Вот не знаю. Но плыть им придется далеко. Там Керченский пролив, это не утром. Субтитры, Михаил, судьба россиян, которые переехали добровольно на захваченную территорию, на аннексированную, вообще не волнует. Что бы с ними там ни делали? Вот честно. С ними, пожалуйста, все, что угодно. Я говорю про нас. Мы что с ними будем делать? То, что с ними там кто-то делает, россияне сами, это пожалуйста, ради бога. Вот даже вот какое примет решение заложное, вот такое и примет. Нет, нет, нет. Вы не горячитесь. Я же говорю, тут вопрос такой. Если они комбатанты, то это заложные принимают решение. Если они гражданские, то это президент принимает решение. Ну или там Верховная Рада, я даже не знаю, кто-то принимает решение. Вот это такой юридический казус, который, в общем, непонятно пока что с ним делать. И вы действительно с этим сталкивались постсоветские страны. Вспомните, как там, откуда взялись эти неграждане в Латвии и в Эстонии. Это как раз-таки оккупанты или их потомки, которых перевез Советский Союз на территорию оккупированных Латвии и Эстонии. Им дали даже паспорт негражданина, не стали выгонять. Ну мы, конечно, такой роскоши не будем себе позволять. Но порядок их изгнания достаточно интересный вопрос. Я поэтому считаю, что вплавь. Я же к чему начал. Им надо учиться плавать сейчас. Еще немножко о скрепах. Потому что, знаете, очень трагична судьба детей. Я, конечно, не говорю о тех детях украинских, которые забрали. Это вообще преступление искусства. Это отдельная тема для Галакского трибунала. Но есть еще российские маленькие дети. Мы видим просто целый вахханали. Вот сейчас мы покажем видео. Мальчик, наряженный в военную форму. Ну, мальчик лет пять, наверное, да. Рассказывает, что папа его воюет в СВО в Украине. А дядя его воюет ЧВК Вагнер. И это все происходит, потому что наша Родина оказалась в опасности. Говорит он этим своим пухлым детским ртом. И ты думаешь, елки-палки, а вот подрастают же поколения россиян, да. А как дальше общежиться с этой страной, когда этих детей с детства вот этому всему учат? Ну, это же дикая дичь, дичайшая, которая в квадрате. Все. Мой дядя в рядах ЧВК Вагнер. Я прошу руководства нашей страны дать снаряды Вагнерам. Я уверен, что все вместе мы победим нацистов. Вот вы прямо перед этим сказали, что вас совершенно не интересует судьба россиян, которые добровольно переехали в качестве оккупанта. Вот меня точно так же не интересует судьба российских детей. В каком смысле? На них ответственность несут их родители. Они их вырастили вот такими, узками мяса бессмысленными, да, абсолютно, которые готовы погибнуть на войне. И главная наша задача Украины и цивилизованного мира делать так, чтобы этим детям, которых сейчас вырастут, которых выращивают в России, чтобы им не досталось оружие, чтобы им не достались достижения технологических, чтобы им не досталась ни атомная бомба, ни ракеты, ни самолеты. Вот чтобы эти глупые дети, выращенные вот таким инкубаторским способом, чтобы они, если решат воевать, чтобы они воевали палками. А мы их останавливали хаймарсами так задолго до подхода. Вот и все. Это наш долг. А это забота. Вот либеральные россияне есть. Вот они говорят о том, что можно убивать там Захара Прилепина, нельзя. Вот они пусть вот этим, детей сейчас, потому что мы не можем, смотрите. Мы не хотим, чтобы они вмешивались в наши дела, похищали наших детей, как они этим занимаются. Мы в ответ на это не собираемся похищать их детей и перевоспитывать даже их. Но если есть либеральные россияне, они должны отобрать вот у этих 100 миллионов россиян пропутинских и должны отобрать детей, да, ну так по идее. Вот для них задача вполне. Ну отберите, перевоспитывайте, делайте из них людей, чтобы не превращать в это стадо и быдло. Вот. Вам же с ними жить потом в одной стране. Нам с ними не жить, с этими детьми, а вам с ними жить. И иначе они вас будут убивать. Мы же к себе-то мы их не пустим. Они могут убивать вас. Поэтому мне кажется, что вот это реалистично такая большая, важная задача для тех россиян, которые верят в некую Россию будущего. Ведь эти дети, это и есть Россия будущая, правильно? Ну вот я об этом же и говорю. Какой же она будет? Каким же будет это будущее? Вот это как раз решаемая, ну сложная, но решаемая и конкретная задача для нынешних российских либералов, как мне со стороны представляется. А не вот эта вот вся защита олигархов и плохих писателей. Мы слышим воздушную тревогу и знаем, что пора заканчивать. Но уже в финале немножко юмора, несмотря на звуки воздушной тревоги. Мы видели эту дикую комичную сцену на похоронах Ое Дашкина, когда Песков подошел к Али Борисовне и сказал, женщине, чего мужа выгнали из России, отобрали там ее собственность и прочее. Он сказал, очень рад вас видеть, как ваши дела. А это само по себе было довольно смешно. Вот сейчас мы покажем это видео. Но на этом все дело не закончилось. Алла Борисовна, как оказалось, сегодня написала заявление в полицию. У нее пропали дорогущие часы. И не где-то, а именно на похоронах. Но все же видели, как Песков целовал и руку. Понимаете? Да. Исключался над ней. Да, как выяснилось, правда, позже это вроде бы все-таки какой-то такой себе сайт написал. Но я бы перепроверил всех, учитывая, что Песков, когда пускаешь Пескова на похороны, надо проверить все часы, потому что на одну уже украл, это известно. И карманы. Да, и, ну, главное, часы. Главное, часы. Он же по часам именно специализируется, это уже известно. Я не знаю, как эта специализация в криминальном мире называется, но он именно часовщик. И я вот, когда прочитал первый раз эту новость, честно, я не совсем совпал. Знаете, я в Которопях, да? И там вот Пугачева, часы, Юдашкин. Я был уверен, что Пугачева подала заявление, что украли у Юдашкина часы. Ну, с трупа же проще снимать, конечно. И я сразу, конечно, на Пескова тоже подумал. Войн, кстати, был путинистом, между прочим. Да, так он не просто путинистом. Он вообще-то сшил военную форму, в которой против нас. Не знаю, сейчас ли, но Крым брали в его военной форме. Сейчас уже не знаю. Поэтому он просто соучастник оккупации Крыма. Тут вопросов нет. Но это же не означает, что Песков имеет право у него воровать часы. Правильно? Я бы все-таки проверил на предмет. То есть пора откапывать. По-моему, щипачи называют этих людей, которые так потихоньку с рук снимают с карманов. Говорят, мне рассказывали, что есть даже такие специалисты, которые кольца с рук снимают незаметно для людей. Поэтому вот... Надо, я бы сейчас откапывал, пока не поздно. Пока там еще не разложилось все это. Все это Российская Федерация, я имею в виду. Проверил бы на месте или часы Юдашкина. Это очень важно, по-моему. Ну что ж, друзья мои, это была охота на дичь. Как всегда, каждый вторник. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Выходим опять на тропу охоты. Впереди, как вы знаете, много интересного. Впереди ждем наступления. Увидим, как все будет. И обязательно вам с Михаилом расскажем. Спасибо большое. Слава за саму, Михаил. До встречи. Слава. До свидания.